Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными темами этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнем. Окунуться в мир традиционной культуры предков и поучаствовать в массовых народных гуляниях могут участники Всероссийского фестиваля на Бирюзовой Катуне. Для гостей фестиваля подготовили насыщенную развлекательную программу, мастер-классы по традиционным ремеслам, танцам и песням. На берегу реки пройдет творческая встреча этнокультурных объединений, выставка-ярмарка и праздничный концерт, посвященный Дню России. Его можно будет посмотреть в прямом эфире нашего телеканала в понедельник, 12 июня с 13 до 15 часов. Полная программа фестиваля опубликована на сайте katundefesfest.ru. Правительственные награды вручили в Министерстве природных ресурсов Алтайского края. Церемонию посвятили Дню эколога. От имени губернатора Виктора Томенко экологов поздравил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов. Он сообщил, что общественная организация «Зеленый патруль» составила весенний экологический рейтинг регионов России. Алтайский край вошел в двадцатку лидеров. Это наша общая с вами заслуга, в первую очередь, конечно, от вашей слаженной, хорошей, продуктивной работы, начиная от научного сообщества, от школы, где идет воспитание подрастающих поколений, и те, кто занимается вопросами охраны, создавания комфортных условий, проживания и тому подобное на этой территории. Такое мы сегодня имеем результат. В Министерстве природных ресурсов вручили больше 30 наград. Это медаль за заслуги в труде, почетные грамоты правительства Алтайского края, благодарности Краевого законодательного собрания и Минприроды. Мы проводим и губернаторский грант был, это чисто Алтай, здоровые дети, это зеленое кольцо, особая зона. В этом году грант у меня, который я выиграла, это Иландинские камушки, памятник природы нашего целинного района. Ну и работаем для следующего, мы нашли новые объекты, очень интересные, хотим там тоже сделать памятники природы. 108 миллионов рублей направили по программе модернизации на капитальный ремонт школы Змейногорского района Алтайского края. Строители капитально отремонтируют кровлю, отмостки и цоколь, учебные кабинеты и рекреации, заменят все коммуникации, окна, двери утеплят и облагородят фасад здания, а также благоустроят территорию школьного двора. После ремонта в школе появится центр детских инициатив, актовый зал и костюмерная. Также в рамках программы закупят новую мебель, учебное, компьютерное и лабораторное оборудование. Живопись и графику 14 рубцовских художников можно увидеть в Барнауле. В павильоне современного искусства «Открытое небо» работает выставка «Страницы творчества». Дружба у нас, скажем так, довольно интересная. Чаще барнаульцы бывают в рубцовских гостях, нежели мы в Барнауле. Поэтому сегодняшняя выставка, которую мы открыли, она для нас не рядовая, а в общем-то такая, довольно значимая и уникальная. Ознакомиться с выставкой «Рубцовск. Страницы творчества» можно до конца июля. Вход свободный, без возрастных ограничений. Обязательно нужно себя сравнивать, потому что мы там немножко варимся в собственной каше и видим друг друга ежегодно, часто собираемся. И мы привыкаем от глаз друг к другу. И очень важно себя сравнивать с другими художниками других городов, не только Барнаула. Да, мы сейчас живем в Казахстане. В какой технике работаете, какие мотивы? Алтайский боксер стал серебряным призером международного турнира в Казахстане. Пять боксеров Краевой спортивной школы Олимпийского резерва «Алтайский ринг» участвовали в Казахстане в первом международном турнире по боксу среди юниоров. Лучшим из наших земляков стал Артем Рослов из «Камня на обе». Занявший в весовой категории 75 килограммов второе место. В крае спортсмен занимается боксом под началом тренера Игоря Шагова. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего дня, не переключайтесь.